Как вы знаете из вот этого ролика, я работаю в фитнес-клубе Gravity, который находится в нашем Краснознаменском ЦПО, то есть Центре профессионального образования. И, проходя в клуб, я частенько замечал, что по дороге находится кофейня. И, в общем-то, я не обращал на нее внимания, но как-то раз я зашел туда и был очень приятно удивлен. Пойдемте посмотрим на нее. Как вы видели, чтобы попасть туда, пришлось пройти через пункт охраны. А что же делать тем, кто не является студентом и не хочет объяснять охраннику, что он всего лишь пришел насладиться ароматным напитком и закусить чем-нибудь хрустящим. А для этого у них есть внешний вход, который мы вам сейчас и покажем. Здравствуйте вам. Здравствуй. Сегодня я собственной персоной. Обычно я посылаю вам администратора сверху, чтобы мне принесли в фитнес-клуб кофе. Давно хотел у вас расспросить о вашей работе. Потому что мне очень нравится ваш кофе. Ну, сначала представьтесь, что ли. Меня зовут Нижме. Какое необычное имя. Я в курсе. Какое-то восточное? Возможно. Не назовешь какой-то? Нет. Хорошо, это останется в тайне. Только у вас здесь достаточно тепло, я бы, пожалуй, переоделся. Вот так-то лучше. Ну, расскажи, как здесь вообще образовалась кофейня? Это же образовательное учреждение? Конечно. И из чего здесь вдруг кофейня? Ну, потому что очень много студентов, которые не высыпаются. Очень много людей, которые приходят на работу, все очень любят кофе. И вот решили что-то придумать интересное. А здесь же еще есть столовая, да? Да. Ну, она такая, Советский Союз, да? Ну, да. Слушай, сейчас суббота, вот смотрю, народу немного, так сказать, кроме меня. Вообще посетителей достаточно много, да, Вася? Ну, да, на самом деле. Очень много кому нравится. Даже вот кто-то, например, просто заходит один раз попробовать, и потом они возвращаются, потому что здесь правда вкусно. Ну, типа меня. Ну, типа тебя. Я вообще-то много раз ходил мимо тут, вот фитнес-клуб, и обратно смотрю, кофейня, кофейня. Ну, думаю, мало ли. Вот. Но как-то один раз попробовал, все, я теперь вас постоянно беру. Ну, вот. И даже у меня свой любимый кофе уже есть. Кстати, давай сделаем, что ли? Я все равно выпью. Макачино? Да, ты же запомнила. Конечно. Постоянный клиент, и я могу даже не делать заказ макачино большой. Просто заходите в честь. Субтитры сделал DimaTorzok Держи. О, отлично. Прямо как я люблю. Люблю сейчас трубочкой. Слушай, расскажи, а это была идея открыть именно кафе целиком, или это было заточено под кофе? Это было заточено под кофе, и основной упор здесь был для студентов. Но потом, как видишь, сюда стали заходить не только студенты, ну и, соответственно, даже люди со стороны приходят. И уже начали какие-то там быстрые перекусы, шоколадки, что-нибудь сладенькое. Ну и этому, конечно, способствует еще отдельный вход с улицы, да? Да. Чтобы не приходилось мучиться с охраной. Я вот сказал, что ваша кофейня самая лучшая в городе по соотношению цена-качество. Может быть, я сомневаюсь, но может быть в городе где-то есть кофе вкуснее, чем у вас. Но это под сомнением. Но точно нигде нет таких демократичных цен. Это тоже под студентов заточено. Да, потому что студенты все-таки это бедный народ. И именно поэтому изначально цены были сделаны для них. И впоследствии мы зарекомандовали себя как кофейня с очень низкими ценами. Да, потому что обычно где-то в других кофейнях ходишь, как это, знаешь, на десерт сходить или на праздник какой-то попить супервкусный кофе. Вот у вас я могу себе позволить пить кофе просто каждый день и не париться. А расскажи, что у вас тут еще есть вообще вкусненького? Ну, всякие шоколадочки, печеньки шоколадные, которые мама готовит сама. Тебе они, кстати, тоже очень нравятся. Да, это мои любимые печеньки. И к вечеру обычно их здесь не остается, потому что я беру сразу там по 6-10 штук разом. Слушай, раз остановились на печеньках, расскажи тогда, в чем вот секрет? Не, расскажу. Почему они такие вкусные? Не могу. Нет, ну я понимаю, нет, рецепт не надо раскрывать. Просто расскажи, это свой собственный рецепт. Да. Его мама сама придумала. Фишка в том, что там идет чисто полностью горький шоколад. И там практически, ну то есть там теста практически нет. То есть в само тесто добавляется горький шоколад, какао, и за счет этого оно прям тает во рту. То есть я как фитнес-тренер могу еще сказать, что если там почти нет теста, то они еще не такие вредные, в кавычках, для фигуры. То есть на самом деле классные печеньки, ими вполне можно перекусить. И за счет сладости шоколада, кстати, очень полезно для студентов, мозги лучше работают. Это точно. Потому что мозг питается сахаром. Слушай, ну придется завернуть. Заверни мне штучек шесть, пожалуйста, с собой. Так, ну и посмотрим, а сколько все это у нас вылилось. Итого, большой макачино и шесть печенек. Сейчас, 300. Так и хочется ставить шутку. Но не будет. Три старе, это за большой кофе и шесть великолепных печенек. Я их ем обычно по три за раз, но я дядь большой. Обычно это, наверное, аж на три хватит разу мне этих печенек. Мне еще в прошлый раз дали вот такую замечательную карточку. Да, точно. Покажем такую карточку. Вот, что я могу получить по этой карточке? Ну смотри, ты собираешь наклеечки. У тебя есть уже две. Еще две соберешь, у тебя пятый кофе будет бесплатно. Ух ты. Я вот знаю, в городе одну кофейню, они шестой дают бесплатно. А у вас пятый, что не может не радовать. Также здесь есть наш QR-код. Если на него навести, то там выходит наш адрес, номер телефона и наш инстаграм. Супер. Все подписываемся на инстаграм кофейни и отмечаем кофейню, когда берешь здесь кофе, как это делаю я. Также тогда подписываемся на твой инстаграм фитнес-клуб. И на мой, и на Гравити фитнес. Ну что, спасибо тебе за интервью, спасибо за очередной вкусный кофе. Я думаю, что я не раз еще к вам приду. И тебе большое спасибо за видео. Я надеюсь, что после него у нас будет больше клиентов. Просто весь город хлынет, к вам. И у вас тут не хватит. Было бы неплохо. Давай пить. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok